Добро пожаловать в наш канал! Абсолютно доброе утро! Мы вас поздравляем с победой, но сначала, Ильич, я прошу вас правильные ответы. Ответы на вопросы, которые задал Алексей Баташов в нашем эфире и на которые правильно Кирилл ответил. Было три вопроса. Итак, Бахом американской музыки называли, разумеется, Луи Амстронга. Произведение, которое вошло и в историю симфонической музыки, и в историю джаза... Это «Голубая рапсодия» Джорджа Гершвина. И это Дюк Эллингтон стал пианистом потому, как он считал тогда, пианисты больше всех нравятся девушкам. Представьте себе, да? Это были вопросы по второй серии, и Кирилл правильно на них ответил. Чем вы воспользовались? Пейджером, имейлом, телефоном. Да, я воспользовался пейджером. Я даже не думал, что я дозвонюсь первой. Кирилл, ну вы сразу ответили на эти вопросы, или пришлось где-то порыться? Вы знаете, на первые два вопроса я уже знал ответ. Но на третий, я думаю, посмотрю фильм и сразу позвоню. Как давно вы увлекаетесь джазом? Наверное, с самого детства. А чем вы вообще занимаетесь фашизмом? Я преподаю английский язык, а также мое хобби — это музыка. Ну надо вас поздравить, значит, как вы обещали. Конечно, вручить. Давайте я буду аплодисменты. Мы вас поздравляем. Как вы считаете, многие телезрители говорят, что вы в очень поздное время и достаточно сложные для восприятия. Вот был ли, кстати говоря, сложным для восприятия? Такой клише присобачилось почему-то к этому замечательному фильму. Сложные для восприятия. Вообще джаз сложный для восприятия музыка? Джаз, я думаю, совершенно нет. Он доступен каждому. И, как мне понравилось, сказал Алексей Козлов, что это музыка свободолюбивых людей прежде всего. Это музыка интеллектуальных людей. Это музыка людей, которые любят прежде всего свободу творить что-то и не повторяться, что самое главное. Все время импровизировать. Итак, свободолюбивые интеллектуальные люди. Не забывайте каждый четверг собираться у экранов ваших телевизоров, включая их на Первом канале. Там идет фильм специально для вас. Он легкий или тяжелый для восприятия? Очень легкий. Я думаю, что наивысшая оценка. Я бы даже сказал, мне очень понравилось его смотреть тем, что перевод потрясающий. Это вы как учитель английского. Наверное. А с точки зрения познавательности? С точки зрения познавательности очень было много документального, архивных материалов. Мы увидели Армстронга, его фотографии живьем, кинокадры. Это было очень интересно. Ну что ж, мы должны задать вопросы Викторины к следующей серии. Кстати говоря, по первым двум сериям, Леша, у меня к вам вопрос как к профессионалу. Он для вас был познавательным и интересным? Безусловно. Я, правда, видел только первую серию. Вторую я не успел. Успеете посмотреть третью? Да, третью я надеюсь, что успею. Но первая была очень познавательная. И вы знаете, что там есть одна такая информация, так если можно сказать, как сегодня говорят. Первая картинка, та, которая меня поразила, это оркестр Бадди Болдена. По-моему, я не ошибаюсь. И дело в том, что в моей книге, которую я имею о джазовых гитаристах, она. Но в первой странице, которая дает, вот это та самая картинка. Я удивлен был. Она у меня синхронно есть в большой книге. Это очень важно. Эта история очень интересна. Алексею Кузнецову поможет специальной литературой ответить на вопросы нашей викторины, если он сегодня посмотрит третью серию. А вам, дорогие друзья, всем, кто сегодня собирается включить телевизор на Первом канале, вечером наши новые вопросы. Вопросы от Алексея Баташова. Итак, первый вопрос. Какая знаменитая негритянская певица однажды обратила в бегство кукусклановцев? Это первый вопрос. Дальше. Второй. В 1926 году Луи Армстронг впервые сымпровизировал голосом, забавно имитируя звуки трубы. Как называли такую манеру пения? И третий вопрос. В 14 лет этот музыкант за один вечер зарабатывал в три раза больше, чем его отец за 12 часов на скотобойне. Как имя этого музыканта? Ответы присылайте на пейджер компании «Тоском» 7556575, абонент «Джаз». После окончания фильма. Напоминаем, победит тот, чьи правильные ответы придут первыми. И так, до встречи на ОРТ. Смотрите сегодня в 0 часов 15 минут в ночном эфире. Первого канала, третью серию знаменитого фильма «Джаз». Алексей, и конечно, коли вы у нас в студии, и у вас в руках гитара, о гитаре в джазе. Вот одно слово и, конечно же, мелодию. Безусловно, сказать всего невозможно в такой маленький отрезок времени. Тогда давайте играть. Но большая книга о джазовой гитаре существует, и если любители гитары ее приобретут, они многое здесь узнают. И многое узнают о джазе в сегодняшней третьей серии. А мы прощаемся с нашими телезрителями, потому что к концу подошла наша программа. Под вашу музыку вас поздравляем. Всего доброго, дорогие друзья. Желаем удачи всем, кто будет принимать участие в викторине. До встречи. Хорошего рабочего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!